Страховая компания Алика до недавнего времени АИГЛАЙФ работает в России с 1994 года. На сегодняшний день 29 агентств компании представлены в 19 городах России, а продукты Алика доступны россиянам через ее партнеров от Калининграда и до Владивостока. Работая на столь обширной территории, очень важно решить вопрос со скоростью принятия решений и доставки документов. Чтобы сохранить кредит доверия потребителей и оптимизировать работу сотрудников, компания решила перейти на электронный документооборот и внедрить электронный архив. Перед нами стал вопрос не столько, где хранить все документы, поступающие в огромном количестве от клиентов, сколько вопрос беспрерывного ведения бизнеса и сохранности этих документов. Именно поэтому у нас возникла такая необходимость создания электронного архива. Но и второй, одной из самых важных задач было, это, безусловно, поднять сервис, представляем нашим клиентам, в принципиально другой уровень. Было требование уйти от бумажного workflow, от логистики по хранению бумаги, в необходимых элементов защиты бумажного архива. Проект стартовал в 2007 году. Впоследствии сотрудники Алика назовут его новой вехой в развитии всей компании. Внедрение системы электронного архива проходило на базе платформы AMC Documentum. Одним из важнейших этапов работы стал выбор партнера. Им стал крупнейший системный интегратор России – компания Corus Consulting. Наш выбор пал на систему Corus Consulting. Достаточно много причин, и, безусловно, экономические, и статус самого Corus Consulting, как имеющий опыт реализации подобных проектов во многих компаниях, в том числе и с российскими представителями международных компаний. Это и наивысший статус Corus Consulting у партнера AMC. Запуск системы происходил последовательно в 20 филиалах компании. Однако результаты начали сказываться сразу. Если раньше мы пользовались только услугами курьерской службы, были завязаны именно на сроке доставки документов в виде оригинала, то на сегодняшний день эта проблема снята, и у нас появляется возможность работать с документом уже через несколько секунд после того, как она появится в системе документом. Это, конечно, существенно снизило сроки обработки всех документов оформления договора в страховании. Если раньше на оформление страхового договора уходило 2-3 недели, то сегодня эту процедуру можно сделать в тот же день, независимо от региона, в котором проживает клиент. Ожидание решения свелось к минимуму и благодаря усовершенствованной системе поиска. Сегодня любой сотрудник и одновременно несколько сотрудников может найти нужный необходимый документ в течение нескольких секунд. Это, конечно, существенно снижило наши издержки на какие-то определенные внутренние бизнес-процессы обработки документов, принятия решений по этим документам. Но понятно, что когда документ сразу же появляется в электронном виде, риск его потери и исчезновения сводится практически к нулю. И то, что я говорил, наша возможность ведения беспрерывного процесса, вне зависимости от условий, которые нас окружают. Ежедневно в архив Алика попадает от полутора до двух с половиной тысяч единиц отсканированного материала, работать с которым помогает система полнотекстового распознавания договоров страхования. Документы выводятся в двух образах – графическом и распознанном. Именно последний позволяет осуществлять функцию полнотекстового поиска ахиллесовой пяты всего страхового бизнеса. Я покажу пример работы системы на основе импорта и структурного хранения документов в системе. Как я говорил, одним из преимуществ является то, что документы можно проимпортировать любой в течение минуты. И, соответственно, в этот же момент уже специалист здесь, находясь в центральном офисе, имеет возможность ее обрабатывать. Безусловно, система подразумевает определенные поиски новых документов, поступивших за определенный период, чем и пользуясь специалистами на местах для поиска документов для обработки. В данном случае экран показывает, что я работаю в системе, так называемой, потокового. И есть система классики, которую очень многие пользователи выбирают за удобство, из-за того, что левая часть экрана представляет собой привычное нам дерево Outlook, и, соответственно, более удобный поиск документов. В данном случае видно, что вот этот полис, который был проимпортирован документом, и видны все те отделы, которые могут участвовать в обработке документов по полису. И оператор, занимающийся импортом, уже определяет, соответственно, куда попадет необходимый документ. Есть в структуре хранения личный ящик. Документы, поступающие в систему, должны проходить через какой-то личный контроль. Здесь есть, безусловно, функционал настройки оповещения пользователей, об изменении статуса документа. Мы всегда сможем видеть, какого рода документы, какой доступ у специалистов есть к этому документу. Абсолютно видна вся история, начиная от импорта и по всем изменениям, сохраненность всех версий. То есть, любое изменение никогда никуда не пропадет. То есть, будет видна вся история. Но и самое главное, что один документ может быть логически, процедурно связан со многими другими документами. И это все также мы можем видеть. Сотрудники Алика предсказывают электронному архиву в страховом бизнесе большое будущее, отмечая среди ключевых преимуществ технологии высокую готовность к масштабированию. В настоящий момент в компании идет подготовка к миграции с пятой платформы на шестую с помощью проверенного партнера – компании Корус Консалтинг. Должен отметить, что Корус – весьма подготовленная команда с точки зрения договорной оснастки, проработка всех этапов как предпроектной, во время проектной реализации проекта, так и сопровождением. Все этапы им знакомы очень хорошо. Касательно дальнейшего перспективы сотрудничества с Корусом, мы их рассматриваем как стратегического партнера, продолжаем. По развитию нашей системы мы переходим на следующее ядро, на версию шестую уже. С шестой версией документума мы будем также строить дополнительный функционал, уже кастомизированный специально под наши бизнес-процессы. Мы делаем следующий шаг в моделировании, в бизнес-процессах их реализации. И таким образом, с помощью Коруса мы планируем это достичь в ближайшие пару месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok